День Победы И, конечно, как символ нашей победы сегодня по всей стране, не только в России, но и в других странах проходит бессмертный полк. Тысячи, десятки тысяч людей собираются на Невском проспекте для того, чтобы пройти этим бессмертным полком по улицам нашего города. И вот буквально в эти минуты и начинается это движение по Невскому проспекту. Ну, а сейчас мы говорим с одним из участников этого бессмертного полка, Екатерина Олеговна Гущина. Сегодня вы участвуете в первый раз в бессмертном полке, да? Да, с портретом первый раз в прошлом году. Вы несете портрет, я так понимаю, что это ваша бабушка? Бабушка, моя бабушка. Она воевала где? Да, она была призвана в 43-м году, была связистом. Западный фронт, дошла до Австрии. Воспоминать не любила о войне, но страшные были воспоминания, что если идешь на задание, обязательно берешь всю амуницию и тащишь на себе. В основном ползком, по грязи, под дождем, в любую погоду ползком. А ночью, говорит, вспоминала, что ползешь с донесением, сам пишешь, сам ползешь, это же донесение несешь. И над тобой трассирующие пули, прямо над головой. Ну, страшные воспоминания. И ваша дочь, Ксения, держит портрет, это ваш прадедушка? Ксюша, да? Прадедушка Ксюша. Это мой прадедушка, Кузнецов Василий и Силович. Да, он был танкистом-механиком и две медали имеет за боевые заслуги. Насколько я понимаю, он дошел до Вены и ваша бабушка дошла тоже до Австрии. И, наверное, после войны их знакомства. Мы встретились, скорее всего, да? Дедушка, вот у него в 45-м году вторая медаль получена за то, что отремонтировал танк прямо под бомбежкой немецких самолетов. Не прекратил ремонт танка, несмотря на то, что шла бомбежка и за 4 часа ввел его на боевую линию. И скажите мне, пожалуйста, вот участие в этом бессмертном полке, полку, это как для вас, насколько это вообще важно, насколько это нужно? Для меня это, прежде всего, дань памяти моим предкам, дань уважения. И в то же время воспитание в детях, в дочке патриотического духа, чтобы не забывали, чтобы был такой подвиг и была такая страшная война. Потому что, если забываешь, вот, пожалуйста, неофашисты у нас возрождаются, потому что на Украине, на Западе поднимается волна таких страшных вещей. Ну и для того, чтобы этого не произошло, нам действительно необходимо хранить эту память, потому что иначе мы действительно становимся Иванами, не помнящими родства своего. А если мы будем таковыми, то действительно, как бы мы ни хотели, но действительно тогда в этом случае опять может быть война. Поэтому память наша, она хранит всех нас от беды. И, конечно, спасибо всем, кто принимает участие в этом бессмертном полке. И они идут все вместе, в одном ряду, и живые, и те, кто уже отошел ко Господу, но мы знаем, что у Господа мертвых нет, у Него все живые. И, дорогие наши телезрители, мы поздравляем вас с этим удивительным праздником, с Днем Победы. Спасибо вам большое. И оставайтесь с нами на Первом Православном. Субтитры создавал DimaTorzok